доброе утро дорогие друзья спасибо тем кто начинает свое утро на вести fm с программы соловьев life полный контакт господи мы так давно и даже забыл что мы называемся полный контакт как-то это все ассоциируется с той жизнью которая была до когда казалось что все будет несколько иначе конечно вряд ли кто-то ожидал что его жизнь так изменится конечно я никого не осуждаю я ни в коей мере не пытаюсь сказать что хорошо что плохо что такое хорошо что такое плохо добро и зло кто должен побежать кто вообще сказал что добро должно победить зло это вопрос который меня всегда реально мучил ну ребят ну давайте будем объективные смотреть в лицо тем неприятностям которые есть сейчас же идет религиозная война эта война которую мы не хотим назвать своими именами эта война где мелкий без зеленский представляет интересы и выступает таким острием со своими наемниками абсолютного зла прием это зло рядится в одежды на терпимости толерантности вот так вот так дорогие друзья поэтому и то с чем мы с вами столкнулись то это не что-нибудь это не что-нибудь это серьезнейшая тяжелейшая религиозная война с этим же ничего не сделают но это правда мы никак не можем понять что это война которой ставится цель уничтожение нас неужели у кого-то есть еще хоть какие-то сомнения главная единственная цель существования нато уничтожение россии никакой другой цели нет при том уничтожение россии потому что россия является несмотря на атеистическое советское прошлое но россия является стороной традиционных ценностей великой православной великой мусульманской и великой буддистской державы сатана же отец лжи и вот эта вечная ложь запада почему они все со своими мерзкими тупыми вобьями как же сказать хари как у воблы воблиями так вот ну защита же как мат харими вот нам рассказывает о том что россия ведет несправедливую и не спровоцированную войну чё охренели вы начали войну мы же как же с доброй воли сейчас мы же мы же войска отвели от киева чернигова ушли из чернобыля марасы то что течение первых трех дней чуть ли не половину сразу отдали почему ну ну подождите мы же поверили кому сатане да нет мы же думали что мы имеем дело с братским народом а если мы сразу поняли что мы имеем дело с сатаной может быть мы начали так как начал генерал армагеддон с того что мы бы вынесли к чертовой матери всю энергоструктуру не только нанесли бы удары по аэродромам которые через неделю восстанавливаются не только бы думали что подавили пво хотя на самом деле там же они они же знали все наши планы как выясняется они готовились вон там рассказывают когда им американцы стали чё рассказывать все равно мы добились колоссальных успехов а потом что ну а потом то что потом мы гигантской линии фронта а у нас сухопутные войска 300 тысяч и вот мы типа добрую волю я помню как нам рассказывали в том числе уважаемые люди они говорили что да ну не понимаете мы сейчас быстро отходим от киева и вот берем в кольцо группировку на донбассе ничего не взяли ну хоть объяснить чего не взяли не получилось ну накажите тех которые разработали план у него не получилось но мы же по-прежнему когда я орал как резана из февраля месяца что необходимо наносить удары по мостам различные инфраструктуры уничтожать нам эти места входов не галили да ты ничего не понимаешь мы технику сейчас в одном месте они всю привезут и мы как долбанем ну чё долбанули ну и как почему ну как вы не понимаете ну это же братский народ нам же потом эту страну восстанавливать мосты а нам эти мосты будут нужны мы по ним войдем куда мы по этим мостам куда войдем те когда отходили все взрывали ну куда мы войдем и вот сейчас приходится гражданскому обществу решать все проблемы почему объясните мне вашу мать девять месяцев мы с друзьями собираем сотни миллионов рублей если взять всех собирающих есть уже не миллиарды для того чтобы закупить все то что за эти девять месяцев должно было производиться в бешеном количестве сколько месяцев понадобилось идиотом чтоб сформулировать заказ что квадрокоптеры нужны в бешеном количестве что большие беспилотники такие сяки да не ну ладно ну кто-то за это же должен ответить значит какая-то же интендантская морда а интендантской морда говорят а чего хотите а у меня не прописано у меня а у меня законы и все так друг на друга ходят по кругу и так очень что вот вот ты джан такой урод а костюмчик сидит как влитой ну так же не бывает а дальше опять героизм солдата ой ребята